всем привет и сегодня я вам расскажу одну удивительную историю новость наверно для кого-то наверняка многие из вас пользуются банком тиньков в принципе в свое время много было всякого хейта на него но как-то как мне кажется за последние годы они восстановили свою репутацию как такого прикольного молодежного даже сказал надежного банка ну то есть всякие услуги прикольно предоставляют скажем так с выгоды для клиента там прикольный кэшбэк и прочее нам бесплатно обслуживание но последнее время как они мне сказали уже после того как я это обнаружил с 23 июня то есть можно сказать с моего дня рождения они начали пиздить у вас деньги в прямом смысле этого слова объясняю почему то есть меня 23 было день рождения и так совпало что мне должен был прийти перевод за проделаны так сказать услугу творческого характера и это оплата должна была быть в долларах но она тип когда приходит автоматически банком как конвертируется в рубли и я только просыпаюсь день рождения смотрю уведомление от тинькова это написано вам там перевели ну короче там был в районе 130 долларов по нынешнему курсу получилось 6 тысяч с копейками осмотрю а общая сумма на балансе не изменилась на муж глюк какой-то смс ки захожу приложение смотрю реально сумма не изменилась захожу в операции и написано пополнение плюс 6300 и чуть выше минус 6300 типа комиссия ни хрена себе но в общем не буду затягивать особо видео то есть тут можно конечно болтать много в общем в общем смысл в том что тиньков начал брать своих клиентов комиссию в 200 долларов за собственно переводы этих долларов из-за рубежа ну типа три процента и минимальная 200 долларов то есть если вам приходит допустим 150 долларов то забирается просто тупо все 150 долларов я как бы ну не против все хотят жить и все такое но вы бы хотя бы предупредили там какое-нибудь уведомление прислали потому что тиньков любит собственно всякие уведомления в последнее время присылать нам про всякие конкурсы там какие-то акции фига цену причем таких в последнее время нас бессмысленный можно сказать я написал службу поддержки типа чего за фигня но и металл сразу же вежливо ответить что вот такая-то там темы там я не помню из-за чего именно но опять же все это связано там с санкциями там туда-сюда типа участок вот только так они могут переводить деньги но опять же я не против допустим если сейчас какие-то банки вообще никак нельзя перевести из-за рубежа да типа здесь такая услуга ok за 200 баксов то есть у вас там есть где-то за рубежом видим миллион баксов вы в принципе можете наверно за 200 их сюда перевести но как я понял но у меня к сожалению нет миллиона баксов вот мне иногда прилетает что-то там районе 150 как раз таки 200 баксов и собственно каждый раз эти деньги будут просто забираться и люди об этом даже не знали и собственно в поддержке мне вроде как пошли навстречу что вот мы оставим заявку там вам возможно вернут эту комиссию все такое и одновременно написал в группе вконтакте тинькова то есть приложил скрин и там народ тоже такой типа офигел чего-то такое то есть никто не знает вообще об этих комиссиях и там тоже вроде мне тиньков ответил что напишите там в чат поддержки в приложении позвонить мы там разберемся а потом тут же переобулись там где-то буквально через минут 15 видим какой-то там другой оператор типа такой ты чё дурак что ли ты пишешь мы же пиздим деньги и такие сразу написали мы предупредили на сайте чего блин на каком сайте типа кто вообще заходит на сайт то есть я лично не захожу ни на какие сайты были на тем более на порно смысле на тиньков сайт чтобы чего увидеть кит там предупреждение что у меня будут пиздить деньги ну это просто у меня мозг взрывает и там дальше люди начинают возмущаться тип вот вы там воруете по сути бабло там потому что вы не предупредили там не разослали уведомления и они так спокойно как отвечают что вы мы не крадем мы предупредили на нашем сайте вообще я короче пишу ну вы тогда хотя бы уведомления пришлите сколько раз там в неделю или в день или в час надо заходить на ваш сайт чтобы увидеть подобные уведомления то есть о том что вы пиздите у вас деньги возможно у вас какая-то новая акция что если на дебетовом счете менее 50 тысяч рублей то вы списываете все ну то есть весь остаток ну короче типа того либо я может быть скоро должен будут приходить на какие-то планерки там тиньков тиньковский там чтобы узнать о каких-то новых каких-то нововведениях пиздеже бабла но собственно я узнал об этом за 130 баксов то есть мне пришло такое уведомление виде 130 долларов и теперь я собственно знаю что у меня до 200 баксов будут их тупо пиздить поэтому предупрежден значит вооружен вы теперь это тоже знаете и я теперь лично даже не знаю как к этому всему относиться и пользоваться ли вообще дальше банком тиньков потому что в принципе мне очень нравится этот банк ну по крайней мере нравился то есть я и пользуюсь приложением тиньков инвестиции то есть в принципе меня все устраивает но реально какой-то момент я не зайду на сайт и у меня спишут просто чего все бабло потому что они там что-то придумают и под прикрытием того что они же уведомили что ну в какой-то момент я думаю что можно будет зайти на сайт и у них будет такой таймер и там такой отсчет осталось 20 часов типа и подписан пацаны вот сейчас вот таймер отсчитает время и у вас будет списано все бабло просто с дебетовой карты поэтому пожалуйста инвестируйте все все деньги сейчас в нашу компанию tcg groups ну чем-то типа того в общем тоже раз такой был бред я думаю бред обычно крепчает и он может быть еще более лютым поэтому вот как-то так пишите что вы об этом думаете и столкнулись ли вы с такой проблемой все всем пока